Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Назаров. Я психолог по международным отношениям. Я хочу с вами сегодня поделиться одной важной темой, как женщине совмещать и свою силу, быть такой сильной, сильной в карьере, например, и в то же время оставаться девочкой, оставаться женщиной. В чем основные вообще ошибки заключаются? Давайте разберем, поехали. В наше время ни для кого уже не секрет, что многие женщины могут дать фору многим мужчинам. То есть в плане карьеры, в плане занятия спортом, в плане выстроения семьи, того, что они вообще в принципе способны себе тянуть. Женщины действительно могут многое. Это здорово, это все прекрасно. Но и в то же время теряются роли. Мужчины стали женственными, женщины стали мужественными. То есть женщины стали чаще проявлять ответственность, нести какие-то ответственные решения, финальные решения. А мужчины стали просто как-то домашними, домашними, диванными, не хотящими ничего делать. Бывает такое, бывает. Такого, к сожалению, очень-очень много. Давайте разберем. Когда женщина сильная сама по себе, это неплохо. То есть женщина становится сильной для чего? Для выживания. То есть когда я сама, вот эта позиция, я самашки, это с одной стороны сила, это большая сила, это классная сила. Вот как было сказано в фильме, чем больше сила, тем больше ответственность. Сейчас кто знает, напишите откуда-то в комментариях. Это действительно так. Это на самом деле так. Почему у женщины становится сильной? На ее плечи взваливается большая ответственность. Допустим, ее оставили с ребенком, не знаю, муж ушел, оставил ее одну. Надо как-то выживать, надо работать, надо детей кормить, надо себя кормить. Либо она там из дома ушла, когда дома были огромные проблемы. Представим себе, какие-то зависимые были у нее родители. И она просто сбежала и так же начала сама выживать. То есть принимает какие-то решения. Она становится сильной, она закаляется. Это здорово. То есть это тот навык, который помог. Разве плохо? Нет, это прекрасно. Это здорово, что вы можете сами и стены покрасить, и ремонт сделать, экран отремонтировать, денег заработать, детей воспитать. И вы сами все можете. Но, к сожалению, в этой позиции становится такой некий откат, огромный минус, когда вы вступаете в отношениях. Потому что вы не понимаете, а что делать в отношениях-то. То есть вы становитесь такая, вы эту броню на себя напяливаете, огромную, так, детей воспитывать, идти на работу, кран дома отремонтировать, надевать этот бронежилет, спецкостюм, эту каску робота, и все, и в бой. Но вы не снимаете ее. Вы ее не снимаете дома. Вы не оставляете вот этот комплект на пороге, за дверью квартиры. Дома – это дома. Когда вы в отношениях, вы в отношениях. Если вы в отношениях таскаете также эту броню, вы также ходите в этой каске и в броне постоянно, и наперевес, да, с ружьем. Что это означает? Вы постоянно конкурируете с своим мужчиной. Вы постоянно подавляете своему мужчину. Бессознательно. Какой бы он ни был сильный, сильный просто минимум на вас внимания не обратит. А если обратит, то он оттуда просто сбежит. Потому что ему не нужно постоянно борьба, доказывать что-то, постоянно что-то пытаться делать, чтобы вы это перестали делать. То есть, он не будет для вас выступать в роли врача. Понимаете, мужчине нужна женщина. Он не ищет себе пациента, клиента. Он не хочет быть для нее психологом, папой, мамой. Ему не хочется доказывать, что мир такой и не такой опасный. Это вы должны сами это для себя осознать. И тогда нормальный мужчина, адекватное зрело, на вас будет внимания по-другому обращать и не будет желания у него сбежать от вас. Понимаете? Теперь давайте разберемся. Когда вы в отношениях, как это проявляется, вот эта ваша я-самость, да, вы ничего не принимаете. Это первое. Это огромный минус, это огромное нарушение баланса внутри отношений. Когда мужчина хочет что-то для вас сделать, вы не принимаете, вы говорите, я сама. Вот у кого так есть, поставьте прямо в комментарии, пусть, и можете написать свою историю. У кого на самом деле, так и в чем это проявляется. Объясню, в чем минус. Мужчине очень важно чувствовать себя суперменом. Очень важно. Называйте, как хотите. Ему вот прямо вот здесь буква S огромная, здесь на лобке, на лбу и везде ему важно это ощущать. Он-то может ощущать только с той девочкой, именно прямо с девочкой-девочкой, понимаете, которая будет в нем нуждаться. Вот поэтому они и смотрят на таких девчонок, которые, да, вот такие глупенькие, как кто-то скажет, там неопытные, в рот им смотрят. Им нравится это состояние рядом с ними. Они чувствуют себя нужными. Они чувствуют, что они могут что-то дать. А когда женщина все может сама, давать ничего не надо. Делать ничего не надо. Суперменом я себя с ней не чувствую. Я вообще чувствую себя ненужным, как будто вот она, в принципе, без меня прекрасно живет, как бы. И она показывает всем своим поведением, что ей без меня нормально. Она свою броню дома не снимает. Я сплю не с женщиной, я сплю с воином. Я сплю с солдатом. Понимаете? Женщина-солдат, который, допустим, служит, это одно. Это хорошо, допустим. Но когда вы в отношениях так себя ведете, когда вы вечно в строю и не можете сделать вольно, отдыхать, здесь начинаются проблемы. В отношениях появляется конкурентность. Вы начинаете конкурировать со своим мужчиной. Вы начинаете отрубать ему самостоятельно его кокошки тем, что вы ничего не принимаете. Соответственно, не приняв от него что-то, вы не даете ему благодарность. Вам его не за что благодарить. Вы можете сказать спасибо. там да спасибо это не благодарность это просто как некая вежливость туда спасибо благодарность это некое состояние когда вы действительно признаете на глубинном уровне что я нуждался в тебе для меня очень ценно что-то этот сделал понимаете вот в чем разница огромная и мужчине это безумно сильно важно это энергообмен когда он не наступает отношения становятся в тупик потому что в женщина начинает продустрировать очень сильно мужская энергия и нафига мужику еще один мужик соответственно идем дальше какие мужчины как вы думаете будут обращать внимание на такую женщину поделитесь также в комментариях у кого же сразу же идея есть инсайты либо за вы пишите для себя я вам сейчас все равно правду скажу слабые инфантильные альфонсы маменькины сынки пикапер различные разводила то есть незрелая личность инфантильные личности понимаете почему потому что именно инфантильные личности именно слабому мужчине априори нужна сильная женщина сильно который будет всем рулить который будет нести ответств который будут все решать полностью от и до она решала ему нужна мамка мамочка такая курица наседка знаете вот он и находит сейчас кто-то из вас в комментариях из позиции обиды с позиции маленькой девочки может начать писать если рядом будет сильный мужчина то яйцу женщину самой отвалится ничего не отвалится и рядом сильный с ней не будет потому что ему на хер не нужно вот сейчас прямо в лоб правду матку она не нужна вот вы допустим если вы адекватные вы будете же внимание на слабого мужчину с зависимостями да сейчас сейчас многие алкоголики тоже могу сказать если у меня рядом будет нормальная женщина я не будет бухать вы будете вообще внимание на алкаша обращаюсь может быть на самом деле так действительно со временем он поймет что все хорошо любовь морковь который ему не хватало реально пить бросить а вы будете с ним вы даже такого внимания не обратите потому что он как балкаш алкаш на фиг он нужен здесь то же самое она сильно она может все сама зачем она мне нужна в моем мужском мире в мире соперничество в мире лидерство в мире каких-то достигаторов зачем ничего меряться с ней пипкой либо вставать на риск того что я засяду на диване не буду ничего делать потому что с меня желание отобьется я так не хочу поэтому мои дорогие быть сильной это не всегда плохо это прекрасно это отличная броня это отличная форма это отличный мотив это отличный мотив для выживания прошу прощения нажал пробел случайно видео включилось это отличный мотив для выживания когда эта позиция помогает все добиваться самой вы не будете нуждаться ни в ком ни в чем вы можете сами все порешать но когда выступаете в отношении нужно эту броню снимать и учиться оставайтесь за дверью что нужно делать самое основное самое самое основное Первое. Научитесь принимать с благодарностью любые комплименты, любую похвалу, любую помощь. Донести пакеты, открыть двери, проводить, поднять, передвинуть, отремонтировать, помочь, довести. Научитесь принимать. Второе. Научитесь просить о помощи, не боясь того, что вы будете слабы, вы будете какой-то уязвимы. Вы не будете слабы от того, что вы проявите женственность. Понимаете, слабая так, кто как раз-таки женственность свою не проявляет, кто сидит в этом панцире. Я сильная. Нет, ты не сильная. Ты слабая и зашуганная. И поэтому ты в этой позиции, вечно на агрессии. Вечное напряжение, вечное чувство тревоги внутри, готовность к нападению, готовность к драке, к бою. Вы думаете, такие люди сильные? Нет, они очень напряжены, они очень тревожны. И с этим нужно бороться. С этим можно справиться. Пройти можно в определенный курс психотерапии, поработать с психологом, поработать над собой. Изменить свой образ жизни немного, менять свое мышление, внедрять в свои нейронные связи новые привычки. Еще раз. Уметь принимать, уметь просить, уметь принимать самостоятельные решения, но при этом телегировать, спрашивать мнение. Мнение спрашивать не в плане всех окружающих подряд, а вот, допустим, именно своего мужчины. Прислушиваться к его мнению. Если вы хотите замуж, замуж, переводим, за мужчину, идти за мужчиной. Не бежать впереди мужчины. Не идти, даже прямо, знаете, там рядом и меряться чем-то. Идти за ним. Вы замужем, вы за ним, как за каменной стеной. Почему эта фраза говорит? Не потому, что он большой, нифига не видно, штукатуркой воняет от него. А потому, что вы уверены, вы как за крепостью. Понимаете? Вот. Поэтому, еще раз, сильным, да, вам посвящается. Сильное – это эффект, созданный для того, чтобы вы выжили. Это отличный навык, который вам помогает приспособиться. Вы не пропадете. Это шикарный навык. Любите этот навык. Это ваша сила определенная. Но ваша сила может стать и вашей слабостью, когда вы тащите ее не туда, где надо. Понимаете? Это то же самое, что профессиональный боец пойдет драться не с профессиональными бойцами на ринге, а не знаю, в детский сад пойдет. Это то же самое. Не там это применимо. Понимаете? Не то. И здесь, в этом случае, сила превращается в насилие. Понимаете? И вот здесь то же самое. Ваша эта сила будет превращаться в насилие над вашими отношениями. А чем больше вы будете разочаровываться в мужчинах, тем больше вы будете подкреплять свою позицию «я самой». «Я самой, я самашки». Поэтому, мои дорогие, на этой нотке мы с вами сейчас прощаемся. Еще раз с вами был психолог Андрей Назаров. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайк. Жду от вас комментариев. И можете даже поделиться. Напишите темы, которые вам было бы интересно разобрать и послушать. И расскажите свои истории. Как вы стали сильные? Что вам это дало? И какие вообще минусы вы ощущаете? А самое лучшее, как вы вообще с этим справились? И справились ли вы с этим? Всех обнял. Пока-пока. До новых встреч.